Всем-всем привет, с вами Клеопатра. В этом видео мы узнаем, сколько гемов и как следствие денег нужно потратить для того, чтобы прокачать себе фулл ТХ-14 в игре. Эту идею мне еще давно-давно подкинул один из моих подписчиков и наконец-таки у меня добрались руки, чтобы ее сделать. Кстати, я делала подобный ролик, только тогда мы считали, сколько ресурсов нужно влить, чтобы прокачать фулл ТХ-14, а сегодня посчитаем гемы. На моем ТХ-14 уже все прокачано, поэтому всех свободных строителей я отправляю для создания столичного золота в кузнице. И чтобы во всем разобраться, мы вернемся к сайту, о котором я уже рассказывала раньше, Clash Ninja. Ссылку на него оставлю в описании к этому видео. Здесь есть подробная статистика, сколько ресурсов нужно на прокачку всего, что есть на определенном тоунхоле, а также есть отдельный пункт, который касается гемов. В разделе с гемами есть несколько разных табличек. Нам будет нужна самая последняя, но давайте во всем разберемся, чтобы лучше понимать. Первая табличка показывает, сколько ресурсов и гемов нужно на прокачку каждой категории, например, строение или стены. Вторая табличка показывает, сколько гемов нужно для того, чтобы это улучшение завершилось моментально. Третья табличка показывает, сколько ресурсов, либо же гемов, если мы будем рез и покупать за гемы, нам нужно. Ну и, наконец, финальная табличка, которая нам и нужна. Показывает, сколько всего гемов будет затрачено чтобы прокачать себе full тх2 и кстати посмотрите чтобы прокачать full второй тоун холл всего лишь второй потребуется больше чем 2000 гемов а вот теперь можете поставить ролик на паузу и написать комментариях несмотря дальше как вы думаете сколько всего гемов нужно на прокачку всех ратуш до full тх14 а в конце видео проверить совпало или нет переходим к 3 ратуши и сразу идем смотреть на нижнюю табличку разбираться с предыдущими мы с вами не будем поскольку здесь все сделано в автоматическом режиме так что сразу чеком финальную сумму уже 3000 гемов и кстати если у кого-то появились вопросы насчет количество строителей то они ни на что не влияют будь то два строителя или пять потому что мы с вами гем им абсолютно все поэтому нам будет достаточно всего лишь одного строителя для того чтобы выставить какую-то постройку или нового героя все остальное мы будем делать за гемы и ресурсы за гемы получать и завершать улучшение все за гемы на прокачку full тх4 требуется практически 5000 гемов и обратите внимание на интересную тенденцию большую часть гемов из 4700 мы тратим не на сами ресурсы которые нужны для прокачки а на то чтобы моментально закончить улучшение до 4 тонн холла эта тенденция была противоположная то есть мы больше гемов тратили именно на ресурсы на пятом тонн холле прослеживается то же самое мы опять же тратим большее количество гемов именно на время то есть чтобы закончить постройку сразу же без ожидания и всего получается девять с половиной тысяч гемов движемся дальше сколько же будет стоит прокачка на шестой домик это уже интереснее цифры растут очень быстро и казалось бы 6 рад уж не такая уж большая но цифры действительно очень быстро бегут вперед здесь ситуация налаживается и мы вновь с вами тратим на ресурсы большую часть гемов а меньшую на время в итоге получаем что нужно потратить практически 12 тысяч гемов чтобы получить full тх6 на седьмом тонн холле впервые появляется герой это король поэтому количество гемов здесь должно резко возрасти и это действительно так мы получаем практически 30 тысяч гемов которые нужно затратить на прокачку тх7 вместе конечно с прокачка короля до 5 левла на тх8 прям резкого скачка не должно быть потому что там не появляется новый герой но тем не менее сумма внушительно увеличивается аж 60 тысяч гемов для прокачки full тх8 представляете что будет дальше когда у нас появится 3 герой а 4 а питомцы об этом уже просто безумно думать а мы еще с вами туда не добрались при этом обратите внимание что примерно начиная с 8 тонн холла мы начинаем тратить очень много гемов на прокачку забора и это опять же только начало потому что вы знаете что чем выше ратуша тем дороже стоит забор а значит больше гемов придется сливать и вот уже на 9 тонн холли когда появляется королева мы с вами тратим 168 тысяч гемов на прокачку до full тх9 причем большая часть гемов тратится на темный эликсир оно и понятно потому что появляется второй герой но при этом практически 20 тысяч гемов тратится на прокачку забора едем дальше впереди 10 тонн холл там не появляется нового героя но конечно появляется и новый дф и плюс еще забор который тоже нужно прокачивать в итоге мы имеем 261 тысячу гемов причем опять возникает забавная ситуация чисто на прокачку героев без мгновенного завершения мы с вами тратим даже меньше гемов чем на прокачку забора едем дальше впереди у нас 11 тонн холл где появляется еще один герой это хранитель который качается за эликсир но тем не менее тоже требует ресурс поэтому здесь естественно цифра явно перевалит за 300 тысяч это уже очевидно давайте проверим права или нет и да мы получаем практически 500 тысяч гемов то есть пол миллиона гемов нужно чтобы апнуть с тх10 на тх11 и опять же количество гемов которое нужно на прокачку забора больше чем чистое количество гемов которые вы отдаете за ресурсы на прокачку героев откуда же взять столько ресурсов одним фармом тут не справиться поэтому нужен хороший клан где вы сможете участвовать во всех игровых режимах и получать в море наград для прокачки своего аккаунта таким местом для вас может стать клан 16 уровня hell house где ведется прием как раз начиная с 11 ратуши и 16 лет клан международный ребята собраны со всего снг поэтому можно не только пообщаться и узнать что-то новое для себя но и получить подкрепление или совет для атаки в любое время в этом сезоне ребята возвращаются в хрусталь 2 на лвк продолжают постоянно играть на к в качают столицу клана и обязательно участвовать клановых играх все это поможет вам проще и быстрее прокачать свой аккаунт поэтому обязательно заглядывайте hell house по ссылке в описании к этому ролику а нам с вами до full тх-14 осталось совсем немного впереди прокачка 12 13 и 14 ратуши и так прокачка на full тх-12 будет стоить практически миллион гемов и это только с тх-11 на тх-12 а вот все предыдущие еще гемы они ж никуда не делись и конечно будут просуммированы в конце видео двигаемся на тх-13 тут явно цифра будет больше чем 1 миллион и да действительно миллион триста восемьдесят шесть тысяч гемов ну а сколько на тх-14 полтора что ли выходит давайте это тоже проверим потому что на тх-14 появляются питомцы которых по моим ощущениям качать даже сложнее и дольше чем героев так ли это или нет сейчас узнаем но пока посмотрите сколько гемов мы тратим чисто на прокачку забора 342 тысячи гемов и это только забор не говоря уже о всем остальном ну и наконец финалочка тх-14 для прокачки аккаунта на full тх-14 нам понадобится даже больше чем полтора миллиона миллион пятьсот пятьдесят одна тысяча ну а теперь пришло время все это просуммировать и посмотреть сколько же гемов нужно для того чтобы прокачаться с тх-1 до тх-14 для этого я составила вот такую табличку по ратушам и в итоге мы получаем что нам нужно практически 5 миллионов гемов до full тх-14 если разделить это на самый большой пак который есть клэш и по 14 тысяч гемов то мы получаем что нам нужно купить 351 такой пак представляете сколько гемов это просто какое-то море гемов ну и конечно я уверена что вам интересно сколько все это стоит в рублях для этого мы возьмем сейчас за основу один канадский доллар потому что у меня магазин в канадских долларах из-за того что у меня стоит регион канада в appstore один канадский доллар сейчас равен 49 рублей 11 копеек теперь посмотрим сколько стоит 14 тысяч гемов канадских долларах магазине это практически 140 долларов без одного цента в итоге по курсу мы получаем что один пак на 14 тысяч гемов стоит приблизительно 6800 рублей а если купить 351 такой пак то в итоге мы потратим 49 тысяч канадских долларов и пересчете на рублей это практически два с половиной миллиона вот столько стоит прокачка начиная с тх-1 до full тх-14 в рублях и в гемах но теперь признавайтесь угадали вы или нет со своими прогнозами в начале видео если угадали то круто вы очень хорошо знаете клэш но если нет ничего страшного потому что теперь вы знаете точную информацию а я как всегда хочу поблагодарить спонсоров канала dream смолк дэм лакомка сергей стас антон айк мышка и ральфи 1877 за помощь и поддержку в развитии канала клеопатра а если ты хочешь получить множество классных бонусов то нажимай на кнопку спонсировать на моем канале и выбирая нужный тебе уровень уникальные эмоции и значки будут выделять тебя в комментариях общий чат спонсоров где можно пообщаться со мной доступ к эксклюзивному контенту который не публикуется на канале след в истории моего канала и уникальные разговорные видео со мной все это можно получить оформив спонсорскую подписку на мой канал я буду рада видеть тебя в элитном зеленом отряде клеопатры а клэшерами дня сегодня становятся авторы этих комментариев если хочешь также то прямо сейчас оставляя интересный или забавный комментарий к этому выпуску не забудь подписаться на канал и прожать колокольчик чтоб не пропустить следующее видео но я желаю тебе удачи и пока 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 пока